Тот, кто согласился покинуть свой дом, предатель. Я подожгу себя. Этими словами Махмуд Салахия пытался остановить правоохранительных органов, которые 17 января прибыли к дому в районе Шейхджарах в Восточном Иерусалиме. Полиция пыталась выполнить решение Верховного Суда Израиля. Да, эта ситуация никогда не была простой. И вообще, все, что связано с Восточным Иерусалимом, требует логики и знания истории. Скажем, у потомков палестинских беженцев, чьих предков когда-то правительство Иордании поселило в отнятые у евреев дома, своя логика. Они готовы отстаивать ее шантажом и провокациями. Именно так можно назвать и этот инцидент, когда несколько арабских жителей взобрались на крышу дома в районе Шейхджарах. К слову, проживание в этой постройке незаконно. Иерусалимский район Шейхджарах давно превратился в один из очагов, который держит весь город в постоянном напряжении и подогревает конфликт между палестинцами и израильтянами. Все мы хорошо помним тот массовый ракетный обстрел Израиля в мае прошлого года, ответственность за который взяла радикальная исламистская террористическая группировка Хамас. Обстрелы велись из палестинского сектора города Газы. В истории это событие вошло как военная операция «Страш стен». Она произошла во многом из-за конфликта в Шейхджарахе. По данным муниципалитета Иерусалима, здание пытались освободить еще в 2017 году. Тогда был издан ордер на выселение. Это значит, что на основании ордера правительство Израиля предоставило жителям дома другое жилье. Но от всех вариантов переселения жители в Шейхджарах до сих пор отказываются. В тот день, когда на крыше дома появилась угроза взрыва, на место прибыла переговорная группа, которая пыталась убедить мужчин и его спутников спуститься с крыши и взрывать газ в баллон. Ведь может пострадать не только это здание, но и много людей вокруг. И вот 19 января ветхую постройку снесли, и старый дом стал предметом шантажа. И давление на правительство Израиля. 18 человек пытались помешать сносу, создавая хаос и подвергая себя и других опасностей. В итоге в социальных сетях и на арабских сайтах появились видео, где кажется, что бедных людей выгоняют на улицу, и что Израиль так низко пал, что палестинских жителей изгоняют из домов в Иерусалиме. Но это чистая профанация. Это событие больше похоже на театральную постановку со смыслом, не имеющую ничего общего с реальностью. Есть в этом особое коварство демонстрировать миру то, чего нет для получения потока жалости и пожертвования. А что думаете вы по этому поводу? Такие методы борьбы палестинцев против Израиля приемлемы? Делитесь своими комментариями под этим видео. А с вами был Александр Шишкин из Израиля.